Дневник наблюдения за эмоциями Для того, чтобы действительно управлять своим эмоциональным состоянием, необходимо учиться этому. А как этому учиться? Это навык какого-то самонаблюдения. И что такое дневник наблюдения за эмоциями? Это когда человек, совершая какие-то поступки финансового характера, записывает причину, а почему он так сделал. Например, он погрустил, пострессовал, пошел там, что-то купил. И вот он записывает, что появляло причиной того, что он так сделал. Такая ситуация, что у него стресс, и вместо того, чтобы, например, пойти отоспаться, заняться каким-то творчеством, как-то себя сбалансировать, он пойдет, и этот стресс он закрывает за счет какой-то покупки. Причем такая покупка, которая, возможно, ему и не нужна, в принципе.